Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодняшнее видео про подагру и мочевую кислоту. Как же растворить и вывести из организма кристаллы мочевой кислоты? Влияние алкоголя? Как очистить почки? От чего вырабатывается мочевая кислота? Почему она откладывается в суставах и в других местах нашего организма? Диагностика и лечение подагры без лекарств. Конкретные меры и шаги. Итак, подагра или болезнь богатых аристократов. Почему ее так назвали? И ведь назвали не вчера. И назвали не просто так. Пока подумайте сами, что такого ели богатые, чего не могли в прошлые века себе позволить бедные люди. И в этой связи подумайте вот еще о чем. А хороша ли, верна ли та еда, от которой так явно возникают вполне конкретные и очень серьезные проблемы со здоровьем? Кстати, напишите об этом прямо под этим видео в процессе просмотра. Вот сейчас, для интереса. Ну и слушайте дальше. Что же такое мочевая кислота? Это конечный продукт метаболизма пуриновых оснований. Проще говоря, распада белков. В результате повышения уровня мочевой кислоты выше нормы, она начинает откладываться в полостях окружающих суставы мягких тканей и хрящах в виде кристаллов, похожих на иглы. Так возникает подагра. При этом постепенно также формируются камни и возникают повреждения почек. Подвержены подагре мужчине среднего возраста и женщине после менопаузы. Те люди, кто ест много мяса и пьет мало воды, и при этом мало ест зелени. Теперь болезнь молодеет, как и многие, впрочем, болезни. И уже 25-30-летние люди есть, которые страдают этим заболеванием. Как говорится, жить стали лучше, жить стали веселее. Ну а теперь три процесса, сопутствующих этой болезни, из-за которых накапливается в организме мочевая кислота. Это избыточный синтез мочевой кислоты самим организмом. Отчего он повышается? Поясню чуть далее. Второе. Избыточное потребление пуринов с пищей, то есть белка, в первую очередь мясо. Третье. Нарушение выведения мочевой кислоты почками, то есть проблема почек. Алкоголь же ускоряет развитие данного заболевания весьма серьезно. Итак, три проблемы потребления алкоголя относительно мочевой кислоты и подагры. Алкоголь, дорогие товарищи, это не только наркотик и протоплазматический яд, а также растворитель липидов, включая мембраны клеток. Не только онкогенный и мутагенный фактор, но и враг для печени и почек, и всего организма в целом. Ну а применимо к данной теме, алкоголь ускоряет метаболизм пуринов, и они быстрее, чем должно, превращаются в печени, в мочевую кислоту. Да, именно печень участвует в синтезе мочевой кислоты. Алкоголь же способствует образованию мочевой кислоты и сам по себе. То есть он двойным образом пагубно действует на данную проблему, приводя к ней. Ну и, конечно же, адская смесь алкоголь плюс мясо, безусловно. Ну и, конечно, алкоголь, как вы уже поняли, провоцирует печень вырабатывать мочевую кислоту в большем количестве. И это большое количество уже мешает выведению мочевой кислоты почками. То есть передается огромная нагрузка, как по эстафете, почкам. Пару слов о пиве. Пиво, помимо того, что оно содержит алкоголь, содержит и много пуринов само по себе, и является отличным источником образования мочевой кислоты. Причем безалкогольное пиво тоже самое в этом смысле, неважно какое. Ну, разумеется, алкоголь, как вы понимаете, это дополнительный фактор, как катализатор. Другие причины подагры, накопление мочевой кислоты в избыточном количестве, это хронические заболевания почек, ну, вроде пилонефритов и гламеролонефритов. Да, это приводит тоже к подагре. Так отчего же повышается синтез мочевой кислоты? Тут есть несколько причин в виде серьезных заболеваний. Например, при лейкозах, при псориазе и прочих болезнях, когда клетки нашего организма очень быстро отмирают и обновляются. Все очень просто, ведь клетки это тоже белки. И тогда происходит избыточный распад белка, с которым организм не справляется. Следующий пункт, чуть подробнее. Избыточное потребление мяса и вообще высокомолекулярных белков любых. Подагра потому и называется болезнью богатых, что раньше люди практически мясо-то не ели, а богатые имели на то возможность и ели каждый день. Плюс кулинария стала развиваться активно, термообработка, мертвая пища. Болезни стали молодеть и расти, в первую очередь, у аристократии, когда у крестьян, которые ели природную, натуральную, простую пищу. Болезней практически не было, пока современная цивилизация для всех уже людей не принесла свои прелести. В виде химизации сельского хозяйства, загрязненного воздуха промышленностью, но, впрочем, загрязненной и воды, и почвы, и так далее. Всех сфер жизни человека. Так вот, я говорю о потреблении любых высокомолекулярных белков, но, в первую очередь, животного происхождения мяса, субпродуктов, рыбы, моллюсков и так далее. Но самая страшная здесь комбинация – это мясо и сладкое, то есть сахара, простые сахара, глюкоза и фруктоза. Ведь люди как у нас привыкли? Первое, второе, третье и компот. Так вот, третье – это то самое сладкое. Но к чему приводит такая комбинация, я поясню чуть дальше. Хотя, впрочем, в прошлых своих многих лекциях я это уже пояснял. Да, чуть не забыл, страшно закисляющий организм продукт – кофе. Про несочетаемые продукты обязательно посмотрите вот это мое видео «Раздельное питание». Многое поймете. Печень при потреблении большого количества высокомолекулярного белка начинает активно вырабатывать мочевую кислоту, а почки просто не справляются с ее утилизацией. Это и нарушение кислотно-щелочного равновесия как раз приводит к подагре и другим многим болезням. А потому самое главное – исключить обязательно из рациона питания мяса и молочные продукты. Хотя бы это. Откладывается мочевая кислота еще и в местах, где кровоток слабый, замедленный, где наблюдаются холодные участки тела. И это как раз зоны мишени. Это и уши, это пальцы рук и ног, которые часто у многих мерзнут. Там мочевая кислота откладывается в виде тофусов, неких узлов с кристаллами мочевой кислоты, иногда выпирающих за пределы контура тканей. Как некие такие красные крупные волдыри, как нарывы. Чаще всего мочевая кислота откладывается в фаланги больших пальцев ног. Развивается воспаление, отеки, появляется сильная боль, покраснение. Далее подагра перекидывается на другие суставы. Ну а мочекаменная болезнь есть примерно у 20-30% тех людей, у кого повышена мочевая кислота. И взаимосвязь тут прямая. Кристаллы мочевой кислоты идут к повреждению почек, как я уже это говорил. Потому что микроиголочки повреждают клетки почек. А это, в свою очередь, ведет к воспалению почек. Соответственно, возникают более серьезные заболевания почек, в частности, хронические. И это ведет к ухудшению, соответственно, ее функций, что еще больше затрудняет выведение мочевой кислоты из организма. И заболевания начинают прогрессировать. Потому у кого есть уже данные предпосылки, либо, не дай бог, сама подагра, пора прекращать летать в облаках и верить в то, что пища здесь не имеет никакого значения. Конечно же, имеет. И пока вы кардинально не измените питание, то и не справитесь с этой болезнью никогда. И дело тут ладно бы только в этой болезни. Но ведь мы не молодеем, и болезни, развиваясь, преобразуются в другие болезни. Так не лучше ли прервать этот порочный круг? Пока еще не все потеряно, пока еще не все упущено. Осложнение от повышенной концентрации мочевой кислоты в организме это в конечном итоге инвалидность, разрушение суставов, хрящей, почечная недостаточность, мочекаменной болезни, другие болезни почек, а также тофусы и прочие болезни и состояния. Диагностика подагры. Первый анализ крови. Запомните, что концентрация мочевой кислоты в крови должна быть не выше 300 микромоль на литр. Тогда изменения обратимы. Держите эти параметры при лечении. Второе анализы мочи. За сутки должно выделяться от 600 до 900 микрограмм мочевой кислоты из организма. Если выделяется менее 600, при этом затрудняется выделение мочевой кислоты, значит она не растворяется больше, чем ее образуется. А если выделяется более 900, то значит вы едите больше белка, чем может переработать ваш организм. Диагностика поражения суставов – это УЗИ. Ну и, конечно, анализы на ураты и оксалаты. Ну а теперь в завершении, как же не допустить подагру, то есть профилактика, ну и, конечно, как ее лечить, хотя отчасти это уже понятно по моим объяснениям, однако подведем итоги, а также то, как снизить повышенный уровень мочевой кислоты. Я расскажу интересные факты и дам подсказки. Лечение подагры – это выведение мочевой кислоты, то есть устранение причины подагры. Главное лечение – это необходимость изменения рациона питания и образа жизни. Нельзя есть мясо, молочные продукты, кроме сливочного масла – это можно. Рыбу лучше тоже не есть, а из яиц только желтки. По крайней мере, пока вы не победите болезнь, у кого она есть. Итак, уменьшить белок, любой высокомолекулярный белок, и увеличить количество зелени. Надо убрать инсулинорезистентность, избыточный инсулин, убрать лишнюю жировую ткань, ожирение надо ликвидировать, у кого оно есть впереди, на веганское кетопитание, и интервальное при этом питание. Так называемое интервальное голодание 6 на 18. Ссылки на те видео, которые я рекомендую, будут под этим видео. Посмотрите еще вот эти мои видео. Калории. Почему же хочется постоянно есть, и почему нельзя есть после 16.00. Очистительное лечебное голодание тоже может помочь, и его стоит применять. Это сильный инструмент, но с правильной к нему подготовкой, чтобы не сделать серьезные ошибки. Вот мое видео о очищении голодания. Обязательно пейте много воды, от 2-2,5 литра в день, и очень желательно пить водородную воду. Посмотрите хотя бы вот это последнее мое видео. Живая вода, водородная вода. Ощелачивание мочи. Очень важный фактор. Щелочная моча выводит, и не задерживает в почках, мочевую кислоту. Тогда она просто выходит с мочой. Содовые ванны в этом смысле, тоже очень хорошо. Можно применять цитрат калия. Он снижает уровень мочевой кислоты. При этом, конечно, надо пить больше воды. То есть, вода плюс цитрат калия хорошо бы применять для растворения камней и кристаллов мочевой кислоты. Что касается соды, то есть, бикарбоната натрия. Во-первых, она должна быть химически чистая. И во-вторых, как принимать? В данном случае, перед сном, именно перед сном, надо пить одну чайную ложку, растворенную в стакане, теплой воды градусов 50-55, но не выше. Не надо гасить соду кипятком. Каждый вечер так пейте соду. Посмотрите вот эти мои 3 лекции о соде. Но, конечно, мочевая кислота имеет и свою надобность, пользу. Но только в очень малых количествах. Ведь она есть антиоксидант. Она убирает, кстати, гидроксилрадикалы из организма и перекисное окисление, то есть, перекись водорода. Она помогает иммунной системе. Но только в мизерных количествах, которые производит сам организм, в любом случае. Внимание! Фруктоза, глюкоза, вот простые моносахариды и белок страшно несовместимые продукты. Такая комбинация очень сильно повышает уровень мочевой кислоты. И главное, очень быстро. Если кислотность мочи повышена, то мочевая кислота будет задерживаться в почках. PH мочи 6 и ниже это хорошее условие для формирования камней в почках. То есть, это плохо. Потому и надо поднимать PH мочи. Ощелачивать. Поднимает уровень мочевой кислоты жареная, соленая, копченая. Ну а полезные продукты против подагры и, соответственно, повышенного количества мочевой кислоты это вишня, морковь, огурцы, различная зелень, дикоросы, яблоки сезонно, но в небольших количествах, поскольку там много глюкозы. Сельдерей выделю отдельно. Лук, крестоцветные, разные виды капусты. Обязательно квашеная капуста. Посмотрите вот это мое видео. Квашеная капуста. Ну а также лимон и яблочный уксус. Перед каждой едой я советую принимать по одной чайной ложке на одну четверть стакана теплой воды, как я подробно рассказывал в своем видео яблочный уксус. Конечно, и это видео будет дано по ссылкам для вашего удобства под этим видео. И я советую посмотреть вот это мое видео с названием «Не ждите здоровья при низкой кислотности». Норман Окер, великий натуропат, говорил, что не правы те, кто считают шпинат и щавель вредными продуктами, которые образуют камни. И это если их варить, тогда да, а если сырыми идет противоположная эффект, только польза. Овощные, не сладкие соки в этом смысле очень полезны. Ну и наконец, я советую вам посмотреть мое видео про то, как поднять кислород в тканях и вот это видео про заземление. И главное помните, вылечить подагру можно однозначно, но только в том случае, если вы будете серьезно работать над собой, учтете все нюансы, о которых я говорил, измените питание, уберете те продукты, которые приводят к образованию излишнего количества мочевой кислоты, провоцируют ее синтез и далее приводят к подагре. Я рекомендую вам пересмотреть данное видео и выписать на листочек бумаги все нюансы. Их ведь не так много, тем более, что такие изменения в питании, образе жизни помогут вам не только справиться с этой проблемой, но и с другими проблемами с организмом. Они приведут к укреплению иммунитета и улучшат ваше здоровье однозначно. Смотрите мои видео, не ленитесь, там много важной и ценной информации. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.